есть люди которые мотивируют только чувством страха я одна из них как сделать это продуктивным не доводить себя до негатива дело в том что страх является поражением страх это карма я об этом говорю на своей первой ступени или в своей первой ступени об этом говорю и часто об этом повторяю вы понимаете чем отличаются успешные люди от неуспешных чем отличаются люди которые добились чего-то от людей которые ничего не добились почему путина наполеон маленькой берлудской не маленького роста на эти вопросы все можно ответить и включая ваш вопрос почему я довожу себя до негатива у меня много страхов одним ответом дело в том что страх это элемент человеческой мотивации и преодолевание своих страхов является элементами достижения вот смотрите родители боялись они этот страх передали вам а вы хотите чего-то большего в вашей жизни что вам необходимо сделать для того чтобы в жизни что-то произошло прежде всего вам необходимо преодолевать страх а чем же можно преодолевать страх страх преодолевается действием то есть боишься делай не хочется делай боишься позвонить звони боитесь встретиться встречайтесь боитесь зайти зайдите почему если вы видите красивую обертку виде президента российской федерации или президента италии то вы должны знать что эти люди невысокого роста и как правило исходя из них из их внешних параметров как бы исходя из идеи конкуренции не очень конкурентно способны и на то время когда они были молодыми я могу сказать что скорее всего они были более бесстрашными то есть у этих людей были скорее всего решения которые были нестандартные и были быстрые то есть они принимали решения они шли наперекосяк своим страхом это точно потому что каждый человек который тысячу раз перейдет через свой страх вот допустим что разделяет вас не успешного человека с тем успешным и богатым человеком который будет жить в будущем вам необходимо на протяжении одного года тысячу раз преодолеть свои страхи то есть вы боитесь это сделать сделайте вы боитесь позвонить звоните вы боитесь связаться свяжитесь вы боитесь написать напишите вы боитесь запустить запустите вы боитесь и так далее это все вы боитесь является помехой которую необходимо вычленить и преодолеть как не доводить себя до негатива для того чтобы не доводить себя до негатива необходимо его не искать потому что очень часто человек как пылесос начинает собирать любую информацию на которую он подписан в социальных сетях вы должны знать как говорил в свое время лурия знаменитый психолог который преподавал санкт-петербурге как говорит допустим современные какие-нибудь там есть психологи черниговская допустим как бы об идеях нейросети говорится о том что у человека есть некие собирательные воспитательные образы которые он нарабатывает на протяжении извините которые он нарабатывает на протяжении там короткого времени или длинного времени вот смотрите как же происходит у нас мы смотрим видео без разбора смотрим тик ток instagram youtube смотрим кинофильмы и поведение тех людей которые проявляются в виде поведения на экране она интегрируется и деструктивно большинстве своем может влиять на вас именно поэтому я бы хотел ответить на ваш вопрос как не доводить себя на них до негатива не смотрите ничего негативного смотрите программа о бабочках о животных смотрите программа о том как прекрасен мир не смотрите политические аналитические не смотрите там соловьева киселева не смотрите какие-нибудь программы где рассматриваются сплошные извиняюсь проблемы людей смотрите что-нибудь позитивное я понимаю что вы нацелены на то чтобы смотреть негатив не будьте пылесосами негатива не обращайте на это внимание старайтесь быть более позитивными